Новые часы от Xiaomi. Они имеют великолепный дизайн, качественную сборку и топовые материалы. Возможность отвечать на звонки в наличии, поддержка экстренного вызова внутри, красивые циферблаты на выбор, а также последняя версия Bluetooth, да-да, тот, который 5.2. Отличный экран, водонепроницаемость 5 атмосфер, оплата с помощью модуля NFC, но являются ли они классической копией Xiaomi Watch Cala 2, которые уже, кстати, были на канале, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, обзор на них. И работает ли в них все так, как хотелось бы вам сейчас, я и расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня долгожданные часы. Подобные часы были уже у меня на канале, Xiaomi-то постарались в этот раз. В начале 2022 года они, можно сказать, что сделали очень многое, при том не очень хорошее. То есть они выпустили Xiaomi 12 телефон, Xiaomi 12 Pro телефон, Xiaomi 12X смартфон. Мало того, что они выгрузили еще, Redmi 11, 11S, обзоры на них были на канале и некоторые часы. Я не буду перечислять, какие по ссылке в правом верхнем углу сможете посмотреть, какие умные часы они уже выгружали. Xiaomi S1, который я сейчас распаковываю. Как вы заметили, великолепным образом они их упаковали. Упаковка прямо премиум. Премиум сразу видно, почему? Потому что они постарались. Это дело выглядит стильно. Xiaomi S1. Смотрим сразу, пока распаковываем, что они предлагают. Разумеется, отслеживание кислорода, отслеживание активности. Bluetooth здесь версии 5.2 последний. И NFC модуль. NFC модуль в 99% случаев, так как это не глобалка, работать в Российской Федерации, либо на территории СНГ не будет. Но если вы проживаете в Китае, я уверен, что вы будете рады. Возможно, это все дело будет потом на глобалку, можно будет перепрошить. Но на данный момент меня радует фактура. Красивая подача. В этом смысле приятненько. Для этого же и покупал, чтобы вам рассказать о подаче. Следующий момент, что я получаю. Несколько расцветок я выбрал для себя с синим ремешком, хром. И выглядят они максимально классически. Не сказал бы, что они намного хуже, чем Apple Watch по ощущениям. Но если честно, вот эта сталь сбоку выглядит классно. А с фронтальной стороны она по мне дешевит. Дешевит, но и рамки огромные. Но это уже другая история. Обозревать будем по полной. Сейчас мы все-таки смотрим в первую очередь комплект. Качество ремешка, которое очень даже качественное по мне. Возможно, это кожзам. Скорее всего, кожзам. Тыльная часть вся просто заклеенная. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Даже у Самсунга такого я не видел. Все очень долго ждали, что они смогут сделать эпичного. И вроде бы, во всяком случае, по подаче и по внешке пока плюсик. Следующий момент. Прямо как в Amazfit. Amazfit когда-то были их брендом. Теперь они частично принадлежат Xiaomi. Абстрагировались. Создали свою ужасную приложуху. Постоянно обновляют свои бедные часы. USB-C кабель. Скорее всего, подложка не магнитная, а с контактами. Но не факт. Потому что нет. Скорее всего, она магнитная. Они сделали магнитную подложку. Прямо все выглядит как в 22-м году. Эпичненько. При том, стоимость более чем адекватна. Опять же, узнаете потом в ролике. Либо посмотрите в описании. Сейчас началась распродажа на Алию. Курс вообще не радует. Но какие-то-то промики есть. И каким-то образом они смогут компенсировать падение вашей национальной валюты. Если вы, допустим, живете в странах бывшего СНГ, либо в России. В России вообще беда. Пробил курс доллара 80. Курс евро 90. Как вы знаете, все подобные электронные товары продают. Хотя и за рубли, но закупают за доллары. И поэтому даже на Али курс влияет на стоимость. Плюс влияет на стоимость. Сразу говорю, это товар. У меня может быть за одну цену. У вас может быть за другую. Потому что у вас может быть другой уровень на Алиэкспрессе. Вы, может быть, плохой покупатель. Вы их понимание отказывались от товаров. Либо пытались обмануть. Либо у вас мало покупок. Если у вас супер дорогой товар, это к супер дорогим не относятся. Но все равно. 64 грамма это все дело весит. Вместе с ремешком. Без ремешка. Быстросъемный, разумеется. На 20 миллиметров. Все это мы будем перепроверять. Сами часы весят 52 грамма. Толщину они 12,6 миллиметра. Диаметр, скорее всего, 46. 46,5 миллиметров. Смотрите, даже без подключения к магнитной зарядке. Разумеется, они предлагают по QR-коду подключиться Xiaomi Watch S1 2A. И вся информация про них. Если вы любите классику, ну они о вас подумали. Потому что у меня сразу, если честно, на ум выпадают только часы от Huawei. Вот что-то они подобное делали. Watch GT 2. И это была максимально популярная модель. Если это дело они выгрузят на глобальный рынок. Как вы видите, здесь и микрофоны есть, и динамики. Мне кажется, что будет весело. Смотрим. На данный момент у меня китайская версия часов. Интерфейс часов сейчас только на китайском языке. На выборе есть много вариантов расцветки, а также материалов ремешков. Так что есть из чего выбрать. А в моем случае это хромированная рама из нержавеющей стали. И ремешок из эко-кожи. А тыльная часть из пластика это, конечно, фейл. Хотя по ощущениям сначала казалось керамика. Приноски часов дискомфорта я не ощутил. Как по мне, очень даже удобно сидят на руке. Спать, разумеется, в них я не советую. Но мне во время сна они не мешали. Сборка качественная. Материалы очень порадовали. Но две боковые кнопки оставляют желать лучшего. На корпусе расположены два микрофона, динамик, датчики измерения показателей здоровья и две функциональные кнопки. Нижняя кнопка по умолчанию открывает список тренировок. Также на нее можно повесить кнопку SOS и не только ее. Верхняя кнопка отвечает за вход в меню и функцию назад. Кнопки нажимаются туговато, но лично для меня это даже больше плюс, потому что рано или поздно все равно станут мягче. Сопромат никто не отменял. С фронта расположено сапфировое стекло AMOLED с дисплеем на 1,43 дюйма и разрешением 460 на 460 пикселей, что, к слову, очень достойно. Частота обновления экрана 60 Гц, плотность пикселей нормальные 326 ppi для часов. Цвета передает отлично, картинка насыщенная и четкая. Яркость пятиступенчатая. При ярком освещении яркости лично мне хватает, и, к моему сожалению, нет возможности ее отрегулировать в панели быстрого доступа. Автояркость на борту и работает приемлемо. Из датчиков часы имеют акселерометр, гироскоп, компас, барометр, частота сердечных сокращений, СПО2, вибромоторчик мощный. Уровень тактильной отдачи настроить можно. Меню очень обширное. Установлены также китайские приложения, которые можно также удалить с помощью приложения на смартфоне. На часах можно поставить таймер и перейти в другие приложения, а вот с секундомером так не получится. Так что можно считать, что это полумультизадачность. Режимы к тренировок в данном случае 117. Вводные тренировки также на борту, и это на 7 тренировок больше, чем у вчерашних часов, которые обозревал Realme Watch T1. Обзор на который, разумеется, тоже, что вы можете посмотреть на канале. Из интересного еще Oppo Watch 2 и еще два новых браслета будет от Realme Oppo. Я думаю, вы догадываетесь, какие в скором времени. Устройство имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, окунув их в проточную воду на 30 секунд, с ними ничего не случилось. И в дальнейшем функционал не пострадал. С главного экрана по свайпам доступно свайп снизу вверх, переход к быстрым настройкам. Свайп сверху вниз, переход к уведомлениям. Свайп слева направо и свайп справа налево. Переход к быстрым виджетам, таким как активность, анализ здоровья, голосовой помощник, который работает только с китайским языком. Погода и управление музыкой. Своё фото на заставку поставить можно, как и в часах за 30 долларов и даже за 25. Плюс на выбор циферблатов очень много, они все неплохие. Также есть анимированные, странные, если бы их не было, правда? Wi-Fi здесь на 2,4 ГГц, Bluetooth последней версии 5.2. Часы стабильно держат связь с устройством, с которым они в паре. Наушники ТВС подключить можно, но слушать музыку с самих часов нельзя. А вот перелистывать и регулировать громкость музыки, проигрываемые на смартфоне, можно. Притом это довольно странно. Могли бы завести эту функцию, может быть еще заведут с обновлениями прошивки. Уведомления о звонках приходят моментально, их можно как сбросить, так на них и ответить. Разговаривать через часы более чем комфортно. Динамик достаточно громкий, номер вручную с часов набрать нельзя, только позвонить по отображающимся контактам. СМС уведомления приходят в течение одной секунды, иконки приложений не отображаются и не пишется название мессенджера. Фотографии тоже не отображаются, а смайлики лишь какой-то абстракцией обозначаются, я думаю, допилят они это дело. Сообщения больших объемов прочитать полностью нельзя, только малую часть от них. На сообщения ответить возможности нет, только удалить уведомления. Сразу вспоминается клавиатура на Apple Watch, правда? Летим дальше. Емкость аккумулятора 470 мАч с максимальной яркостью, со всем мониторингом здоровья. За 15 часов у меня ушло 20%, всего они прожили около 3 суток. За 30-минутную тренировку уходит 3% заряда, заряжаются часы с 0 до сотки за 2 часа 7 минут, пульс воздуху не измеряют, так же как и кислород в крови. На руке измерения считают практически точно, мониторинг здоровья происходит он перманентно, но в настройках в приложении можно установить ручное измерение, к слову. GPS двухдиапазона и так же на борту GLONASS, GALILEO, BDS и QZSS для позиционирования. Карту маршрута во время тренировки часы строят хорошо. NFC есть, но на территории Российской Федерации в китайской версии не работает, так как это заточено в данной модели часов под Китай. Когда будет глобалка, думаю, возможно они договорятся об оплате. Сон считают как глубокий, так и поверхностный. Все результаты мониторинга вашего здоровья во время сна можно посмотреть в приложении. Управление стоковой камерой в моем случае не работает, несмотря на то, что у меня есть телефон Xiaomi. Я думаю, что только под китайскую прошивку в данном случае все это заточено. Камеры на самих часах нет. Для удобного использования детальных настроек есть приложение Xiaomi V. Доступно оно на системах Android и на iOS-системах. Также обязательно нужно поменять приложение регион на китайский, чтобы оно начало работать с этими часами. Интерфейс приложения внутри на английском языке, что удобно. После синхронизации нам доступны 4 вкладки, статус тренировки, здоровье и профиль. В первой вкладке находится график анализа показателей здоровья, считанных устройством. Во второй вкладке доступны записи тренировок. В третьей вкладке создание привычек и запланированные дела. В четвертой вкладке перечень подключенных устройств и возможность добавить новые. Ниже отчет об активности, выбор циферблатов и всевозможные настройки, среди которых есть обновление прошивки. И радует, что из коробки сразу прилетели обновления, но ничего не изменилось лично для меня. Как для обычного пользователя, который не знает китайский язык, хоть английский бы добавили. Из минусов нельзя набрать номер непременно с самих часов, не отображаются смайлики на данный момент и фото. Нет возможности ответить на сообщение, Always on Display нет, музыку не залить. Управление камерой на данный момент с некитайскими версиями прошивок не работает. И NFC, хотя и в наличии в России им расплачиваться нельзя. Нет eSIM, притом даже не предвидится. И цена по ссылке в описании к видео в районе 196 долларов, может быть там 176, это кому поиграться, может быть возьмете. Есть ли промокоды? Смотрим в моем телеграм-канале, сейчас идет распродажа, поэтому в принципе можете брать и покупать что-нибудь. Не обязательно эти часы, потому что промики подходят ко всему. К слову, там мои именные промокоды есть. Резюмирую, данные часы это просто классический вариант Xiaomi Calo Watch 2. Да, есть небольшое отличие по функционалу между Calo 2 этими часами и в том, что Bluetooth этих часов новый, а у Calo 2 5.0. Но в основном Ctrl-C, Ctrl-V, это тот же китайский интерфейс, также работает все через костыли и много чего вообще не работает. Но оно неудивительно, так как это данный момент опять же предназначено для Китая. Может быть они с этими аксессуарами все-таки решат уйти в глобальный рынок, в том числе к нам, будет круто, если можно будет ими платить. Потому что это 90% успеха, я считаю, в нашей стране. Если у тебя Xiaomi, еще ими платить можно. Посмотрите, сколько Mi Band'ов ушло с функцией NFC-оплаты. Напоминаю, что завтра будет обзор на Realme GT2, Realme GT2 Pro, это топовый телефон, ко мне летит. Также летит OnePlus 10 Pro и помимо этого X12 от Xiaomi тоже скоро будет на обзоре. Ну и разумеется, смотрим на X12 и X12 Pro, которые запотевали первично. Обзоры уже были на канале. Девайсу от меня нет. Если бы я проживал в Китае, однозначно да. Для гиков, у кого много денег, много времени, тоже да, вдруг вы чего-то решите пописать под них. Добра и удачи вам, дорогие друзья.